Так, добрый день, друзья! Смотрите, значит, я хотел для участников, которые у нас захотят повторить очень важную тему защиты себя, скажем так, в информационном пространстве и для тех участников, которые у нас смотрят наши занятия по информатике в записи, хотел повторить отдельные моменты, самые важные в таком коротком видео и их немножечко записать вам сюда. Да, смотрите, значит, первое, что мы рассматривали на уроке, это как взламывают аккаунты в общих чертах. То есть, чаще всего хакеры получают доступ к вашему аккаунту с помощью вашей электронной почты. То есть, первое, записываем доступ к аккаунту, буду сокращать через почту. Логин и пароль от вашей электронной почты они получают при взломах различных сайтов. То есть, вы оставили где-то адрес, вы вводили пароль, они взломали этот сайт и получили все данные пользователей. Например, недавно были крупные утечки, там, Яндекс.Еда и так далее, и тому подобное. Очень крупные сервисы, более 20 миллионов аккаунтов улетело в свободный доступ. После чего через специальные программы они способны проверить всю вашу базу этих данных, аккаунтов, буквально за 5 минут. Просто она вводится в базу приложения, все ваши аккаунты проверяются и около каждого аккаунта, например, вот ваша почта сейчас, ну, допустим, там, А, Б, С, А, Б, С, пусть будет 1, 2, 3, Собака, там, Gmail, точка ком. И сразу у них в приложении, я сейчас тут интерфейс не буду показывать, потому что приложения эти не совсем используются в законных целях, но нужно понимать, что из этого происходит. То есть, к вашей почте будет сразу у них показано, что подвязано. Допустим, Steam, это игровая площадка, там аккаунт можно взять. Например, какие-то платежные сервисы, допустим, PayPal есть на этот адрес. А что еще может быть? Социальные сети, например, Facebook, ВКонтакте и так далее. То есть, к каждой почте подсвечиваются галочками те, которые интересуют. У них там есть фильтры, они могут задать только те почты, которые есть, допустим, Steam. То есть, они занимаются угоном игровых аккаунтов. И, значит, они поставят галочку фильтрации. У них там 12 миллионов этих почт, например. И они поставят только Steam аккаунт. И, соответственно, заберут все ваши данные. Это первый вариант того, как вы потерять можете свою почту. Чтобы этого не допустить, нужно, я в конце вот этого видео скажу, что делать. Опять-таки, они могут получить не только через данные различных сайтов, да, где вы оставляете свою почту, но и при помощи ваших действий. Например, вы можете сами куда-то пройти, осторожно, не туда нажать. И почему я не записывал нашу встречу? Потому что мы разбирали личные примеры участников нашего занятия. Например, вот там Антон, он показывал, демонстрировал свой пример недавний, как он попал, скажем так, в ловушку такую. И, соответственно, там вот его личные данные. Для того, чтобы их не светить, мы это занятие, соответственно, не записывали. Но участники получили незабываемый опыт. Я надеюсь, что они были этому рады. Итак, опять-таки, что может быть? Я вам сейчас покажу пример, да. Напишу просто. Зайди, зайди сюда. Зайди сюда. Получишь премиум аккаунт. Или премиум доступ. Получишь премиум. Это, допустим, в Телеграме сейчас очень распространено. В каждой соцсети, в каждом ресурсе будет свое. Например, если вы играете в игру, зайди сюда, получишь самую крутую одежду. Получишь самую крутую и так далее. Если вы видите вот это и какая-то ссылка, то это мошенники. Это сразу, можно сказать, сразу мошенники. И ни в коем случае не нажимать. И сообщить тому человеку, который вам это прислал, о том, что он взломан. Вот. Соответственно, как они еще это делают? И для чего вообще они это делают? Они это делают для того, чтобы первое, зарабатывать. Они ломают базы данных, достают эти базы и потом их перепродают. То есть, есть два вида личностей. Первая личность, которая продает, взламывает и продает. И вторая, которая покупает и взламывает сами эти аккаунты. То есть, занимаются получением прибыли или каких-то выгод от аккаунтов. Допустим, перепродает ваши вещи в играх, пользуется вашими картами, данные которых отпечатались в сервисах платежных и так далее. Такие карты как раз продаются. Если зайти на черный рынок, такие карты в продаже их просто миллионы. Карты, которыми можно расплатиться незаконно. С этим, правда, связываться очень опасно и я не советую кому-то с этим связываться. Ребятам я показывал на уроке сервиса по взлому аккаунтов и примеры этих сервисов. Тоже не рекомендую пользоваться ничем из них, потому что чаще всего взломают именно вас. Вы введете туда данные своей карты и они останутся так. Также, опять-таки, чем не следует пользоваться, это фейк-сайты. Берем, ставим третий пункт, это фейк-сайты. Фейк-сайты это, например, сайт Сбербанк.ру. Ну, образно. И сайт будет, например, не Сбербанк, а Сбербанк, вот буковка не Е, а С. То есть Сбербанк будет написано. И мошенники при помощи оплаты рекламы, то есть они оплачивают рекламу и размещаются в топах. То есть в рекламных и в поисковых запросах они на первом месте. И вы по ошибке, из-за того, что они на первом месте, заходите именно вот на этот сайт. И оставляете там свои данные, теряете свою карту и, соответственно, деньги. Поэтому внимательно смотрите, когда заходите на сайты, чтобы был именно этот сайт, а не какой-то СбЦербанк. Ну, это пример. Это касается абсолютно любых сервисов. Фейсбук, Ютуб и так далее. Все можно поделать. Вот. Дальше четвертый вариант – это стиллер. Так называемый стиллер. Стиллер – это вирусы. Они очень тесно связаны с тем, что зайди, получишь премиум. Вот с этим моментом. То есть они могут быть совершенно разные. Хакеры могут прислать вам на почту какой-то промокод. Воспользуйтесь по ссылке промокода на ссылку. Вот в этой игре вы получите за 1 рубль что-то там то-то. Зайдите сюда и вы получите ВК-музыку бесплатно на год. Вы тыкаете по этому письму и отдаете данные своего аккаунта ВК. Вводите там данные, войдите в свой аккаунт, чтобы получить премиум данные. Вы вводите свой логин и пароль и, соответственно, теряете свой аккаунт. Вот. И теперь, ребята, значит, как защититься от взлома. Я сейчас, соответственно, открою второй файл. Вот это вы можете поставить на паузу и переписать, если вам нужно. Я сейчас это уберу. Вот. И теперь переходим к подпункту самому главному. Это как защититься от взлома. Первое. Никогда не использовать одинаковый пароль от всех аккаунтов. Второе. Что я имею здесь вообще? Давайте первое поясню. Что я в первом имею в виду? Это значит, что если у вас на почте пароль ABCDF, то в других соцсетях и так далее у вас не должен быть такой пароль. Хотя бы на один, два символа отличайте. Создайте себе где-нибудь блокнотик, куда вы их запишите руками или создайте себе избранную где-нибудь закрытую какую-то супер папку, где вы будете там на рабочем столе или еще куда никто не войдет. Сохранять пароли от всех сервисов. Опять-таки, ребята, не переживайте. Если пароли от сервисов вы потеряете. Чаще всего их можно восстановить по вашей же почте. Самое главное от почты потерять пароль. Но на почтах тоже можно создать резервную почту, при помощи которой можно восстановить эту почту. И плюс у вас в основном в браузерах есть везде автосохранение. То есть пароли сохраняются. Но дальше пойдем. Здесь, надеюсь, понятно, что не надо в соцсети, например, в ВКонтакте и на почте вашей делать одинаковый пароль. Опять-таки, пароль должен быть не Q, V, E, R, T, I. Там 1, 2, 3. То есть хотя бы там несколько символов. Еще поставьте точку. И там, допустим, еще 1, 2, S. Ну, какой-нибудь вот такой. Если вы уж QWERTY берете, ну, лучше вообще QWERTY не брать. Проще всего, знаете, какие пароли, которые у вас там ассоциируются с чем-то. Да, допустим, я там работал на одной работе когда-то, и я всегда ее выбираю. Пусть, допустим, эта работа называлась там, ну, не важно, какая работа. Допустим, пусть это будет Ariflame. Да, я беру пароль, допустим, Ariflame. Ariflame. Ужас, не могу написать слово Ariflame. Без ошибок. Сейчас, секундочку. Вот, записываю видео в полдвенадцатого ночи, поэтому извиняюсь. Ariflame. Кстати, не обязательно, чтобы это было именно правильно записано. Ariflame. И, допустим, там, дату своего рождения 1990 ставите. Но у вас, у ребят, у детей, там, 2002, чтобы не запоминать. И потом какие-то символы, например, ну, месяц вашего рождения, допустим, S. Вот, и нормально, да, у вас будет ассоциация с вашим каким-то местом, вы всегда будете помнить, и так далее, и тому подобное. Итак, пойдемте к второму пункту. Опять-таки, повторю, да, важно перед авторизацией всегда смотреть в ваших сервисах, еще раз проверять, тот ли это вообще точный сервис, куда вы вводите пароль. И дальше, второе, поставить двухфакторную аутентификацию. поставить двухфакторную аутентификацию. то есть сделать так, чтобы, если новый пользователь какой-то подключается с другого устройства, то он обязательно вводил и почту, и номер. То есть, чтобы он подтверждал вашу, соответственно, свой вход введением кода с почты и с номера телефона. Таким образом, если злоумышленник получит вашу почту, да, то он все равно не сможет войти, потому что он не получит ваш номер. То есть, таким образом, вы точно сможете в самые критические и важные моменты свои зафиксировать. Опять-таки, если вы будете входить со своего устройства, да, то у вас не будет выпрашивать постоянно этот пароль. То есть, переживать о очень сильных неудобствах не стоит. Дальше. Поставить антивирусник. Поставить антивирусник. Антивирусник. И раз в неделю делать проверку. И раз в неделю делать проверку. И последний пункт. Прям вот восклицательные знаки, да. Четвертая. Напишу красненьким. Не скачивать файлы. Вообще, никакие файлы не надо скачивать из ресурсов от незнакомых людей, в первую очередь. Из незнакомых ресурсов. Из ресурсов, которые вам предлагают что-то. Не скачивать вообще. Особенно формата Excel. На компьютер. То есть, это исполнительный файл. И это с большей вероятностью вирус. Если вы знаете этого человека, который вам отправляет. Попросите его голосовым сообщением вам записать. О том, что он наручается за это приложение. Да, его точно можно скачивать. Он его скачивал. И так далее. Да, есть такие приложения, которые исполнительные, вам нужно скачать. Допустим, я знаю, некоторые люди ставят себе там, ну, возьмем пример Windows. И они у него не оригинальный Windows. Они пытаются этот Windows как-то активировать и пользуют активатор. Да, это тоже запрещенная программа. Но она не приведет вам вирус. И лучше все равно это делать при помощи специалистов. Потому что вероятность того, что даже этот активатор Windows привезет вам вирус. и очень велика. Поэтому рекомендую всем вот эти минимальные хотя бы использовать предостережения. И это поможет вам защитить вас и ваших близких в первую очередь от того, что вы потеряете свои деньги, потеряете свои аккаунты, потеряете... Ну, можно много потерять при помощи потери данных. Можно потерять и социальные сети, можно... Сейчас, как бы, мы работаем в мире социальных сетей, работаем в сети интернет. Соответственно, играют дети, играют взрослые на своих аккаунтах, где тоже много всего бывает куплено. И, ну, можно получить огромный стресс. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, материал вам будет понятен и полезен. До свидания.